Рижский мирный договор Война унесла около 140 тысяч жизней и завершилась грабительским для Советской России Рижским мирным договором, по которому от нашей страны были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Одна только Белоруссия потеряла 113 тысяч квадратных километров с населением больше 4,5 миллионов человек. Это были в основном русскоязычные жители, из которых новые власти попытались сделать поляков. Проходила полонизация ученик в школе на вопрос учителя, кто ты, кто ты ест им, должен был отвечать, полик малый, а на шапке орел белый. То есть не белорус, а маленький поляк. Вернуть утраченные территории Россия смогла только в сентябре 1939-го. За без малого 20 лет местные жители хорошо прочувствовали, что такое быть под пятой ясновельможных панов. Польские власти закрывают общественно-культурные учреждения без предъявления им каких-либо обвинений. Душат культурно-просветительскую работу в 160 белорусских школах. Белорусским кооператорам не отпускают товаров. Разоренная войной белорусам не оказывается помощи и другие. Русофобская политика Пилсудского, восхваляемая сегодня многочисленными польскими пропагандистами, в конечном счете не принесла его стране никаких значимых дивидендов. Упустив шанс на восстановление отношений с Советской Россией, Польша за 20 лет оказалась, по сути, в полной политической изоляции, а затем и вовсе лишилась с трудом достигнутого суверенитета. Круглый стол, интернет-проект и экспозиция о столетии Рижского договора дают возможность составить комплексные представления о событиях Польско-советской войны и ее последствиях. Свой вклад в создание выставки внес и российский МИД, глава которого Сергей Лавров направил видеоприветствие. Многие из документов, находившихся на особом режиме хранения, были рассекречены специально для этой выставки и впервые вводятся в научный оборот. Все это позволяет создать целостную, объективную картину событий тех лет, включая предысторию конфликта и позиции сторон на разных этапах его развития, а также лучше понять подоплеку принимаемых политических и военных решений. Представлены по-настоящему уникальные материалы. Вот, например, знаменитая нота Кирзона, в которой министр иностранных дел Великобритании, лорд Кирзон, предлагает свой план демаркации границы между РСФСР и Польшей. А вот уже советский документ, с которого, собственно, все и началось. Декларация прав народов России. В ней прописывалась в том числе и возможность для самоопределения и образования независимых государств. Я думаю, это один из уроков Рижского договора, что компромисс, всегда лучше добиваться его до и без военных столкновений. И второй момент, что показал Рижский договор, и мне кажется, это очень важно для сегодняшних условий, многолетние, многие столетия развития ситуации в этом регионе показывало и показывает, «Без России урегулирование и нормальное функционирование этой части Восточной Европы невозможно». Это доказало и 18 век, это был доказал 19 век. Это показала и Советско-Польская война, но это показали и события уже 20 века. Помощник президента России Владимир Мединский напомнил, что до Польско-Советской войны в центре Варшавы находился православный храм в честь Александра Невского. Его 70-метровая колокольня была самым высоким зданием в городе. По распоряжению правительства Пилсуцкого храм был взорван и разобран. Мраморные плиты из этого собора были использованы для оформления внешнего разных зданий административных в Польше. Поставить хотя бы памятный крест на месте уничтоженного, выдающегося произведения, архитектуры, было бы достойно. И я призываю польские власти подобного рода памятный крест установить. А если у муниципалитета Варшавы будет недостаток средств, то я думаю, что мы совместными усилениями российского исторического и военно-исторического общества все это организуем. Хорошее предложение российское историческое общество поддерживает вашу инициативу. Служба информации Фонда Истории Отечества